Здорово, ребята! Вы знаете, я думаю, что лучшим началом видео о инсулинорезистентности будет замечательный таймлэпс очереди в Макдональдс во время обеденного перерыва. Поехали! А и не задача получилась, обманул вас. Таймлэпс был не из Макдональдса, а из Киевси, извините. Ну, наконец-то, ребята, я, блин, добрался до этого видео о инсулинорезистентности, а это одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются все желающие похудеть. Это главный камень преткновения и информация о инсулинорезистентности практически отсутствует на просторах, особенно русского интернета. Важно знать особенности работы своего организма и важно знать то, как он будет реагировать на отсутствие сахара и вообще какие процессы происходят во время того, как вы решили начать ходить. Ой, ребята, 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 я вам честно скажу, я вот это видео записываю или перезаписываю, скажем так, минут уже 30. А знаете почему? Потому что тема инсулинорезистентности настолько обширна, настолько много деталей и такое количество информации, о которой я бы хотел с вами поделиться, что я сейчас сделаю это максимально упрощенно, ребята. А если вам будет интересно получить больше информации или вы захотите пообщаться в режиме live, мы сделаем отдельное видео на эту тему, которое будет, наверное, live. Как всегда, я делаю часовые длинные live, где я 31 минут рассказываю о той или иной теме и потом 30 минут отвечая на вопросы. Сейчас, ребята, давайте в общих чертах пройдемся по вопросам инсулинорезистентности, Итак, максимально просто. Ребята, вы кушаете углеводы. Углеводы повышают уровень сахара. Уровень сахара повышается в зависимости от съеденного количества углеводов. Очень высоко или не очень высоко. Это зависит от того, что попадает к нам в пищу. Но самое важное – это количество инсулина. Драматически мы переедаем углеводов. И из-за того, что мы драматически переедаем все углеводов, постоянно мы имеем повышенный уровень инсулина. Инсулин – это основной транспортный гормон, который связывает сахар, который попадает в кровь из углеводов. И таким образом очень просто спасает нам жизнь. Сахар – это токсин на самом деле. Сахар – это смертельно опасный элемент, который, если не купируется инсулином, приводит к диабету, к смерти. Это страшная вещь на самом деле. Поэтому очень важно понимать процессы обмена веществ. Так вот, ребят, смотрите. У нас есть два энергетических депо в организме. Гликогеновое депо и жировое депо. В гликогеновом депо 1200-1800 калорий содержится это в мышцах и это в печени. Та энергия, которую вы используете, быстрая. И есть длительная энергия, точнее энергия длительного хранения – это жировые депо. Когда мы с вами расходуем какую-то быструю энергию в течение дня, она в основном расходуется именно из запасов печени и в мышцах. И когда вы кушаете, эта энергия восстанавливается в первую очередь. То есть организм, выделяя, да, панкреатическая железа, выделяя инсулин, связывает сахар, связывает белки и транспортирует их в клетку мышцы, либо в клетку печени. Инсулин, связав единицу сахара, транспортирует ее по крови. Подходя к клетке, он влияет на рецептор клетка, понимает, что к нам только что подошел в гости, да, к нам стучится в дверь единица инсулина. То есть рецептор клетки понимает, что это инсулин, и клетка пускает в себя инсулиновую единицу вместе с углеводом или с белком в данной ситуации. Этот углевод, этот белок питает клетку, и после того, как мы с вами наелись, точнее не мы наелись, а клетка получает достаточное количество питательных элементов, все, она больше не открывается, и она отправляет сигнал в панкреатической железе о том, что нужно прекращать вырабатывать инсулин. На этом должен адекватный, нормальный, здоровый процесс заканчиваться. Если у нас все еще слишком много сахара в крови, и организм продолжает вырабатывать инсулин, то клетка перестает реагировать на этот лишний сахар, потому что рецептор инсулиновый становится нечувствительным, и остальной сахар, связанный инсулином, отправляется в жировые депо. Вы помните, 1200-1800 калорий в организме у нас из быстрой энергии, которая восстанавливается точно так же из сахара, а все, что лишнее, уходит у нас куда? В сало. Так вот, ребята, при регулярных перееданиях, при регулярных перееданиях сладкого вы имеете постоянно очень высокий уровень сахара в крови, соответственно, мы имеем очень драматический завышенный уровень инсулина постоянно, и постоянно завышенный уровень инсулина постоянно раздражает рецептор на клетке, причем он раздражает рецепторы на всех клетках мышечных, и клетках мозга, и клетках печени. По итогу клетка, которая должна впустить в себя единицу инсулина вместе с сахаром, вместе со всеми питательными элементами, становится нечувствительной к инсулину, то есть это называется инсулинорезистентность. Что по итогу мы имеем, ребята? Мы имеем высокий уровень инсулина, мы имеем связанный весь сахар, который вы съели, и отсутствие организма, то есть гликогеновым депо воспринять этот гликоген. Что по итогу? Клетка голодает внутри, клетка становится слабой, клетка не получает все питательные элементы, а вся энергия, которая должна была прийти в эту клетку, отправляется в жир. Поэтому люди, у которых большое количество лишнего веса, практически в 90% случаях имеют инсулинорезистентность, и они очень быстро устают, они раздражительны, они постоянно хотят есть, постоянно желание съесть чего-то сладкого, именно потому, что клетка-то внутри, блин, голодает. Инсулиночувствительный рецептор, он деградирован, потому что постоянно, да, годами, месяцами у нас завышенный уровень инсулина, и поэтому клетка защищает себя, деградируя, то есть убирает чувствительность этого рецептора. Внутри она голодает, рецептор нечувствительный, все, что мы съедаем, уходит в сало, энергии нет, мы постоянно раздражительны, и все. То есть фактически похудеть с таким вариантом питания и с такой болезнью очень сложно. Что делать, ребята, в этой ситуации самый главный вопрос. Когда люди ко мне обращаются с вопросами похудения, когда люди ко мне обращаются с вопросами, в принципе, даже и набора мышечной массы, ведь набор мышечной массы подразумевает адекватное здоровое питание, когда инсулинорезистентный рецептор работает адекватно, и единица инсулина может донести нам и достаточное количество белка и углеводов в клетку, а клетка мышечная и растет только потому, что в нее попадает достаточное количество питательных элементов, и после тренировки мы мы можем, да, иметь гипертрофию, но здоровое питание важно как для набора, так и для похудения. Самое важное, ребята, что мы можем с вами сделать на моменте, когда вы решили похудеть, но при этом у вас дичайшая инсулинорезистентность, это поменять в корне свое питание. Поменять в корне свое питание нужно с упором на жиры и с упором на периодическое голодание. Я не говорю сейчас это потому, что я главный адепт периодического голодания в русском интернете, Я вам честно говорю, потому что это единственный способ, как это можно вылечить. Это закрытый цикл постоянного желания пожрать и постоянного низкого уровня энергии. Это единственный инструмент, как можно разорвать цикл удара головой от дверь и удара задницей об грабли. Ребята, периодическое голодание и желательно выдерживать как можно дольше. Первые несколько дней будет просто дичайше сложно. И для того, чтобы вы просто не сходили с ума, нужно закидываться большим количеством продуктов, содержащих жиры. То есть авокадо, красная рыба, дополнительное масло, большое количество рыбьего жира. Все это будет насыщать наш организм и все это будет давать продукты с низким инсулиновым и гликемическим индексом. И инсулинорезистентность это обратимый процесс. То есть самая главная здесь проблема в том, что когда клетка голодает внутри, она не только не воспринимает все питательные элементы, она еще и отправляет сигнал в наш мозг о том, что мы голодаем и мы хотим кушать. И желание кушать в 99% нас ломает и мы начинаем есть снова, 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 снова едим. И этот закрытый цикл очень сложно разрывать. То есть первые там от 2 до 7 дней инсулинорезистентность проходит. Или во всяком случае она драматически облегчается. Вы почувствуете, как восстанавливаются уровни энергии. Вы почувствуете, как вы становитесь более уверенным в себе в плане периодического голодания. То есть когда я говорю человеку, у которого там 30 лишних килограмм, что нужно не есть до 4 часов дня, он на меня смотрит и говорит, ты что сумасшедший, я с трудом, блин, до 9 утра не могу не есть. Так вот, ребята, главная проблема заключается в том, что не есть сутки, двое, трое абсолютно не является фантастикой. У человека, у которого на сохранении лежит 50 тысяч калорий здесь, внизу, да, внизу живота, эти калории у него есть, но он не может не есть, потому что его ломает постоянное отсутствие энергии в клетке мышцы и в клетке печени и в клетках мозга. Поэтому такой закрытый цикл нужно разрывать инструментами здоровое питание с упором на жиры и периодическое голодание просто через силу, закрыв глаза и просто с головой в процесс уедьте, блин, в деревню. Не покупайте с собой еды, кроме вот этих здоровых адекватных продуктов. Этот процесс лечится, ребята. Я надеюсь, что я более-менее адекватно в общих чертах смог объяснить, что такое инсулинорезистентность, как с ней бороться. Если, ребят, будет интересно, обязательно пишите. Мы сделаем отдельно лайв на эту тему и будем там 30 минут говорить только об этом, а потом я буду отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, я смог более-менее адекватно объяснить, ребята. Спасибо. Ребята, тот, кто не подписался на канал, обязательно нажимайте здесь галочку «Подписаться на канал». И если вы еще не подписаны на Инстаграм, то внизу под видео будет ссылка на Инстаграм. Спасибо.